Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Пятница, 4 мая, и напомню, что у нас эта пятница является первым месяцем. Соответственно, сегодня выходят данные по количеству вносоданных рабочих мест вне сельского хозяйства. Данные США показатели известны как non-farm barrels. Данные выйдут сегодня в 15.30, соответственно, в это время нужно приготовиться к достаточно высокой волатильности. Ну а мой коллега Фредерик Даниэль прокомментирует онлайн те данные, которые будут опубликованы, трансляция будет идти также на нашем YouTube-канале. Ну а пока новости не вышли, давайте посмотрим, что у нас происходит на конец текущей торговой недели. И начинаем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар тенденция нисходящая сохраняется. Предпосылки для снижения – это область 1.1841. Ну а ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальных значениях, которые были зафиксированы вчера на уровне 1.2010. Также обращу ваше внимание, что вчера мы не смогли переписать минимум и фактически закрылись выше открытия. Поэтому сегодня уже по факту выхода данных, я думаю, что продолжительность движений на следующей неделе будет более понятна и сформирована. Пара британский фунт и американский доллар на текущий момент тенденция нисходящая сохраняется. Цель для снижения – это область 1.3450. Ближайший разворотный уровень, после преодоления которого уже можем увидеть коррекцию восходящую – это преодоление максимума вчерашней торговой сессии на отметке 1.3630. Пара американский доллар, канадский доллар продолжает свое движение в боковике. Общий тренд сохраняется восходящий, поэтому и пока покупки остаются в приоритете. Цели роста – это уход выше максимума, которые были зафиксированы вчера на уровне 1.2908 и движение далее по направлению 1.3006. Ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях того боковика, который у нас сформируется уже вторую неделю на отметке 1.2801. Пара американский доллар, японская иена вчера скорректировалась к среднесрочному уровню поддержки на область 1.10891. И на текущий момент пока тенденция общая восходящая сохраняется. В том случае, если пара американский доллар, японская иена сможет закрепиться ниже минимумов, которые были зафиксированы вчера, и также они у нас были сформированы 27 апреля, то в этом случае можем ожидать нисходящее движение в область 1.697. Ну а пока торгуемся выше данного уровня, тенденция восходящая сохраняется. Цель роста это уход выше максимумов, которые были зафиксированы 2 мая и движение далее по направлению 110.38. Пара австралийский доллар, американский доллар сегодня с утра смогла закрепиться выше максимумов, которые были сформированы вчера на отметке 75.43, что в рамках часового таймфрейма переводит нас в фазу начала восходящего движения. И данный сценарий будет актуален до тех пор, пока мы торгуемся выше уровня 74.72. Если австралий сможет пробить данную область поддержки, то в этом случае мы можем ожидать более продолжительную коррекцию в область 74.18. Пара еврофонд на текущий момент также тенденция восходящая сохраняется. Цель для роста это область 88.73, а ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях, которые были зафиксированы 2 мая на уровне 87.82. А золото точно такая же картина, как и по австралийскому доллару. Вчера в второй половине торговой сессии смогли закрепиться выше максимума 2 мая, что в рамках часового таймфрейма нас на текущий момент переводит в фазу роста. И данный сценарий будет актуален до тех пор, пока мы торгуемся выше уровня 1301 доллар за трускунцию. Это минимум, который был сформирован 1 мая. Цели роста это область 1328 и среднесрочная цель 1360. По нефти марки Brent также общее направление восходящее сохраняется. Цели роста это область 76.48, а ближайший разворотный уровень находится в области 73.18. Это минимальное значение, которое мы видели 20 апреля, 25 апреля, 2 и 3 мая. В том случае, если нефть марки Brent сможет преодолеть данный уровень поддержки, то мы можем ожидать начало коррекционного нисходящего движения в область 70.52. По индексу DAX также тенденция восходящая сохраняется. Цели роста это область 12945, а ближайший разворотный уровень на текущий момент отмечаем на минимальные значения, которые были зафиксированы 30 апреля на уровне 12546. Ну и биткоин. По биткоину общее направление также восходящее сохраняется. Вчера мы еще раз подходили к отметке 9700 долларов за один биткоин. Сегодня торговались уже на пару пунктов выше. Соответственно, тенденция восходящая сохраняется. Цель роста это область 10900. Ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях 1 мая, которые были зафиксированы по цене 8793. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы писать в комментариях. Всем желаю хорошего завершения торговой недели, хороших выходных и увидимся уже на неделе следующей. Всем спасибо и до свидания.